Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Гузель Яхина. Писательница и лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Гузель, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли. Отдельное спасибо, конечно, за ваши книги. И сегодня раз еще вас буду благодарить за блистательный роман, который, ну, прочитали, я думаю, уже все абсолютно в нашей стране. Не только в нашей, но и еще в 20 как минимум. То есть именно на то количество языков, на которые переведена эта книга. Это книга, за которую вы получили премию уже и, в общем, за что уже и получили звание лучшего писателя. Ну и, конечно, за вашу новую, абсолютно потрясающую работу «Дети мои». Абсолютно новый роман, друзья. Если вдруг вы еще не слышали, а допускаю, может быть, какие-то есть на то уважительные причины, но книга «Дети мои», новый роман Гузель Яхиной, уже в продаже. В книжных магазинах он есть. Уже прошла презентация в Москве, Санкт-Петербурге. И сразу скажу, что в электронной версии вы эту книгу не сможете купить, прочитать пока что. Но в книжном магазине, конечно, вы обязательно должны отыскать эту книгу, даже если вы не читали книгу «Зулиха открывает глаза». Гузель, все, перехожу срочно к вам. И сразу же вот с каким вопросом. Когда вы писали «Зулиха открывает глаза», вы рассказывали всем, что это история, связанная с вашей бабушкой. Да. А не целиком полностью там все описано, взято буквально там пару каких-то моментов, да. Ну и сама ситуация эта вдохновила, в которой оказалась ваша бабушка, отправленная в Сибирь, в период раскулачивания. Что касается «Дети мои», и здесь тема немецких колонистов по Волжье. И здесь, конечно, многих вопрос, почему Гузель Яхина и что ее связывает именно с немцами по-волжскими. Ну, во-первых, с Волгой. Я начну, наверное, с Волги, потому что словосочетание «поволжские немцы» — «поволжские» — это ключевое слово. Я очень люблю Волгу. Я выросла в Казани. У нас там была дача недалеко от Свияжска. И я знаю эту реку очень хорошо, прекрасно. Знаю, я скучаю по ней в Москве. Поэтому для меня написать о Поволжье, о Волге — это было важно. А немцы — также ключевое слово в моей жизни. Я учитель немецкого языка по специальности. И знаю немецкие очень даже неплохо. И дедушка мой, кстати, тоже был учитель немецкого языка. Поэтому вот «поволжские немцы» в этом понятии сошлись для меня две очень важные темы. И вот написать, попробовать о Волге глазами немцев, которые жили там, это была очень интересная задача. С которой вы, конечно, справились блистательно. Спасибо. Потому что погружение в эту атмосферу и, наверное, в этот самый городок, где все происходит, случается в первую же секунду, с первого же момента. И там хочется находиться, там хочется наблюдать за героями. И особенно за главным, конечно, героем, за учителем немецкого, якобы Ивановичем Бахом, за всем его окружением. И хочется находиться там как можно больше. Но уж какие там события потом начинают развиваться, они тем более заставляют тебя находиться все там, там, там и не покидать это местечко. А Зулиха открывает глаза. Роман был написан изначально как сценарий. Вы говорили об этом не раз. Что же касается «Дети мои», здесь для вас было принципиально, потому что он абсолютно кинематографический. Ну, я бы так и не сказала. Я бы сказала, что наоборот, такая кинематографичность мышления мешала мне писать роман «Дети мои». Я ведь подумала, что сначала, может быть, стоит повторить тот же самый ход, который сработал с романом «Зулиха открывает глаза» и сделать роман из сценария. Поэтому я написала его киносценарий. Он назывался «Учитель немецкого» и рассказывал, кстати, о татарском мальчике, который попадает в семью немцев по Волжии и там вырастает. И вот он соединяет в себе два взгляда, две культуры, два языка. Немецкий язык и язык татарский, свой родной язык. Но позже из этой истории мне показалось, что не выходит роман, не получается. В итоге пришлось переписать сценарий, переписать синопсис несколько раз. И только на шестой раз удалось нащупать ту самую историю, которую в итоге я и развернула в романный текст. Это история взрослого человека, не мальчика, не девочки, а всё-таки взрослого человека, потому что мне показалось, что при рассказе этой истории необходим взгляд взрослый, взгляд очень такой серьёзный, но при этом с богатым воображением. А взрослый, наверное, ещё меняющийся и врослеющийся взгляд, да? Врослеющий взгляд. Ведь, по-моему, в самом начале романа «Учителю 32 года», если не ошибаюсь, да? А завершается он, ну, ему уже за 50, что-то около того приблизительно. Ну, романное действие, 22 года, с 1916 по 1938 год, так что... Колоссальная работа проведена вами, что в первой книге, к первой книге «Готовюсь», то в этом случае так же. Три года или сколько длилось, учитывая, что «Зулиха» в 2015 году вышла, а сейчас 2018-й, всё-таки два года вы, наверное, получали премии, наверное, выступали, да, ходили на встречи с поклонниками, а потом уже приступили к новой работе. Ну, два года с момента, когда я просто отложила все проекты и не бралась ни за рассказы, ни за что другое, ни за сценарии, а сидела за столом или ездила вот на место, в Саратов, Маркс, в Энгельс, смотрела, посещала музей и писала. То есть это примерно 20 месяцев вот такого написания концентрированного и 4 месяца вот правок, корректорских правок, редакторских правок, вычетки, сдачи текста. А вы посещаете эти музеи как-то, что с блокнотиком, с ручкой, Гузель, как это происходит? Всегда вот эта вот кухня, она невероятно интересна, мне кажется. Конечно, есть блокнот, пухлый совершенно. Фотоаппарат, что ещё? Ой, обязательно. Но есть, собственно, вот эти два предмета, да, блокнот, карандаш и фотоаппарат, но ещё и голова, которая при этом что-то думает. Тоже фиксирует. Забыла, ещё есть iPad, в котором закачано очень много книг, фотографий, а также диссертаций, потому что я читаю много научных трудов для того, чтобы получить такой взгляд сверху на происходившее, посмотреть глазами историков уже объективно на какие-то цифры, на факты. Поэтому вот, да, всё это умещается в небольшой рюкзак, и можно взять это с собой и повезти вот куда-то в музей. Три источника вы говорили, если я не ошибаюсь, информации, откуда вы черпали для романа «Дети мои». Это как раз музеи, это как раз поездки, да. Далее это что-то ещё, два научных работы, да. И саратовский замечательный учёный, который вам помог ещё. Аркадий Адольфович Герман, я, конечно, с радостью сейчас его упоминаю, да, это историк, профессор и сам немец, как мы понимаем это по его фамилии. Просто на его работах я основывалась, когда писала роман, и его монография «Немецкая автономия на Волге», она была для меня ключевой такой, настольной книгой. Ну а второй настольной книгой были сказки и легенды, записанные Брайсием и Гримм, к примеру. Если же говорить об источниках, то, конечно, очень помогли также картины. Картины, написанные самими немцами по Волжье. Да-да, да-да. Яков Яковлевич Вебер был такой художник замечательный, который рисовал барку арбузного мёда, к примеру, описанную мною в книге. Или рисовал ледоход на Волге, или снегопады в степи. Или рисовал, нарисовал очень страшную картину, написал, вернее сказать, которая называется «Подлёд». Она описывает, как крестьяне зимой, ночью топят двух вредителей, видимо, обнажённых в проруби. Вот такие вот очень жестокие, но при этом аутентичные совершенно картины он писал. И вот я некоторые вещи срисовывала, списывала с его картин. Также очень помог фильм, единственный игровой фильм. Это же уникальный же какой-то фильм. Да-да, это единственный игровой фильм, снятый на студии Немкино. В 1927 году он называется «На переломе» или «Мартин Вагнер» есть второе название. Этот фильм я очень долго искала, на самом деле найти не могла. А в итоге случайно обнаружила в экспозиции Энгельского краеведческого музея. Он там демонстрируется просто на экране в составе экспозиции. Это фильм, где снимались в основном сами советские немцы. То есть я смотрела на эти лица и срисовывала образы оттуда, из этой киноленты, донёсшей до нас их образы, а также всю атмосферу, которая была тогда в немецкой колонистской деревне. Но я бы не хотела сейчас, чтобы создалось впечатление, что книжка рассказывает вот только об этом, только о немецкой деревне. Она скорее говорит об этом, но рассказывает, мне так хочется верить, всё-таки чуть о большем, а рассказывает о людях, просто о людях, о советских людях, которые жили тогда в то время. Просто о человеке, об отце, сначала, вернее, о мужчине, который попадает в очень непростые и трагические отношения с женщиной. Потом о мужчине, который остаётся с ребёнком на руках и не знает, что с ним делать, и в итоге вынужден вскармливать его и выращивать. Причём ещё и не со своим ребёнком. Но это уже подробности, которые нам не надо рассказывать. Ну почему? Можно и рассказать. На самом деле книга написана так, что непонятно, своя ли эта дочь или не своя. Да, там периодически у него разные мнения. И вот здесь я хотела как раз-таки сделать так, чтобы у читателя так и не появлялось однозначного ответа на вопрос, потому что по большому счёту это не важно. Он выращивает ребёнка, он к этому ребёнку привязывается и считает его своей дочерью. И поэтому, кровная она ему дочь или нет, это по большому счёту уже не важно. Друзья, «Дети мои», Роман Гузель-Яхин, и мы ещё продолжим общаться и про Роман, конечно, и про книжку «Изюлиха открывает глаза» поговорим. Много чего интересного ждёт впереди. Ставайте с нами. Небольшая пауза. Продолжается. Друзья, у нас писательница Гузель-Яхина сегодня в гостях. Новый роман «Дети мои» уже в книжных магазинах. Обязательно нужно приобрести, почитать, познакомиться с ней. Ну, кстати говоря, даже есть в интернете уже и аудиокнига для тех. Прекрасная, кстати, аудиокнига. Вы послушали и, в общем, уже одобряете. Рекомендуете, что называется. Очень. От души. Ну, это вот, наверное, у каждого здесь своя пристрастие. Кто-то любит держать в руках, да, бумажные издания, а кто-то как раз любит больше через слух воспринимать. Или, может быть, силу просто отсутствия физически времени. Поэтому выбор, друзья, есть. И он за вами. Мы поговорили уже очень много о колоссальной работе, подготовке к этому роману, потому что в чём его колоссальный плюс, на мой взгляд, и, я думаю, за что вас тоже все и полюбили, что там очень много атмосферы, культуры, быта, фольклора, исторической правды. И плюс к этому, конечно, глубочайшие взаимоотношения и такие переплетения судеб, внутренних ощущений. Это, в общем, очень многогранная палитра. Чуть-чуть о подготовке я хочу у вас спросить, Гузель, например, где вы взяли вот подобные высказывания? «Вырастай с моей грудь» и такой же «сладкий будь». Да. Здесь есть ещё такое более... Не совсем для эфира, конечно. Это лучше вам найти, потом будет в книжке. Видите, эта женщина сажала... В общем, что она сажала... Мне зовут Арбузная Эми. Арбузная Эми в данном случае, она сажала дынные семечки. Это тоже где-то в архивах, скажите, вот находятся. Вот эти советы для садоводов очень полезные. Нет, то, что вы сейчас процитируете, это, конечно, придумка. На самом деле, правда в том заключается, что поволжские немцы, они действительно приговаривали какие-то присказки у них были, которые они использовали для того, чтобы урожай вырастал. Но вот те, что использовала я, и те, что процитировали вы, это просто я придумала для того, чтобы веселее читалось. Я думаю, что многие на заметку сейчас обязательно возьмут, тем более как раз пора посадки. Всего хорошего. Хорошо. Понятно все даты, события, подробности. А вот такая история, например, где вы почерпнули вот это вот, ковырялка, тыкалка, пипильник, шараж скорее, колупайся тютя, не дербань деряба, егази шибче. Это тоже можно найти в документах, в архивах или в мемуарах. Вы знаете, вот сейчас то, что вы процитировали, это лексикон беспризорника Васьки. Это такой герой, который появляется уже во второй половине книги. Это мальчик, которому то ли 8, то ли 10 лет. Как раз который изначально должен был татарским быть мальчиком. Да, он стал в итоге тиргизским, но он даже толком сам не знает, тиргизский ли он, башкирский ли он, татарский ли он, потому что лицо у него азиатское, а языки он цепляет, как репи просто. Он говорит с такой смесью языков совершенно. Поэтому то, что вы сейчас сказали, это просто такая смесь из очень разных диалектов, в том числе из диалекта волжского, из диалекта казанского. То есть получается такой винегрет из очень разных языков. Ну, чтобы сейчас тоже у слушателей, которые еще не читали книгу, не возникло мнение, что здесь все таким языком написано, конечно, нет, друзья. Здесь есть даже и сказки немецкие. Сказки удивительные, может быть, не всем даже известные. Здесь у вас в этом романе есть возможность еще познакомиться и со сказками. У вас особенная любовь к сказкам. Это правда. У вас детство, и не только к немецким, я так понимаю, но к ним какая-то особенная. Благодаря дедушке, по-моему, вы рассказывали в интервью, учителю немецкого языка, которому, кстати, посвящена эта книга «Дети мои». Ну, про сказки хочу узнать. Почему ваша идея была обязательно использовать сказки в этой книге? Ну, вы знаете, сказки здесь — это главная метафора, метафора сказки советской. Ну, в принципе, мне показалось очень интересным попробовать совместить эти две сказки. Сказку фольклорную и сказку идеологическую. И поискать пересечения, где, в каких местах сюжеты германских сказок могут сбываться в ранние советские годы. Именно поэтому у меня в романе очень тонко получилось. Много таких моментов, да. Есть прям замечательные цитаты. Несколько строчек сказки и тут же несколько строчек как раз той самой настоящей истории, которая уже происходила в то время. Да, совершенно верно. Есть колхозные поля, под которыми герою кажется, главному герою кажется, что работают, наверное, гномы и куют свое золото, потому что пшеницы вырастают очень пышно. Есть початки кукурузы, которые расцветают и колосятся. И главному герою опять кажется, что в каждом початке сидит по глотовласке, свесившей наружу свои локоны. Есть колхозные поля с бобами, вырастающими практически до неба. Ну и так далее. Действительно, очень много аллюзий. Много аллюзий на немецкие сказки, на немецкие легенды. Некоторые видны сразу невооруженным глазом. Есть, скажем, карлики и великаны, есть ведьма с прялкой, есть спящая в гробу мертвая девушка прекрасная и так далее. А есть отсылки очень такие тонкие и понятные только тем, кто знает очень хорошо германскую мифологию и кто знает разные не очень известные легенды. Поволжские немцы, насколько я знаю тоже из ваших интервью, уже многие прочли эту книгу. И положительные отзывы сплошь и рядом, да? Ну, я бы не сказала, что многие, некоторые прочли. И меня очень, конечно, порадовала их реакция, потому что я больше всего боялась того, как они воспримут книгу. Все-таки я человек чужой для этой культуры. Ну, конечно, зачем вы беретесь Гузель, вы не немка никаким образом. Поэтому здесь я с волнением ждала их реакции. Меня очень порадовало, что они приняли книгу, некоторые, по крайней мере, те, кто прочитали, рассказывали мне, что увидели в этой книге много отсылок к фотоархиву немцев. Поволж, это действительно так. А, кстати, не было у вас желания проиллюстрировать книжку? Нет, такого желания не было, но те статьи, которые выходят о книге, рецензии, которые выходят до книги, некоторые действительно проиллюстрированы фотографиями из архивов немцев. Абсолютно достоверными. Да. Друзья, оставайтесь с нами. У нас опять небольшая пауза, после чего продолжим общаться с нашими гостями. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, программа продолжается. У нас в гостях сегодня писательница Гузель Яхина, новый роман «Дети мои». Вы видите у нас на столе. Здесь вот еще один экземпляр, это мой лично. Также вы обязательно в книжных магазинах найдете эту книгу. Ну и буквально там через пару денечков, насколько я понимаю, также электронная версия появится и в интернете. Заказать ее можно, и даже можно послушать уже и аудиокнигу. Что сделать, конечно, в любом случае нужно. Дорогая Гузель, до выхода книги уже вся страна, но как минимум 200 тысяч человек, которые участвовали в «Тотальном диктанте», немножечко, чуточку прикоснулись к произведению «Дети мои». Однако текст для «Тотального диктанта» был написан с вами специально. То есть это не был текст вот романа, и организаторы сказали, давайте Гузель возьмем вот этот абзац и отсюда, да? Конечно. Но, тем не менее, этот текст вошел потом в роман. Он вошел в роман, вернее, даже не он, а они, потому что текстов было три для трех разных часовых поясов. Но писались же они очень давно, они писались почти год назад. Поэтому это был разгар написания романа, и здесь я признательно «Тотальному диктанту», что они согласились. Тексты, написанные для диктанта, войдут в роман, будут посвящены теме поволжских немцев. И писать их было легко. Они практически сразу написались. Это тексты, которые читатели найдут в первой же главе. В отличие, друзья, вот эти слова не могу сказать тех, кто участвовал в диктанте, что писать их было легко. Как раз, действительно, многие говорят, что очень сложно. Ну, здесь, наверное, конечно, не вы тому вину Божию упаси, ну, а, не знаю, какое-то и общее развитие, да, и начитанность людей, потому что элементарные какие-то слова. Переживала, что тексты легкие, честно говоря, думала, что... Вы лучше меня о людях просто. Это хорошая черта. И выяснилось, что какие-то слова достаточно простые вызвали затруднение. Например, слово «коленце», да, «выкинуть коленце». Вот герой у меня там выдает такие коленцы, что он и очень некое начало забудет, пока до конца дослушает. Так вот, слово «коленце» очень по-разному написали. Написали, как итальянское «колленцо». Как интересно. Или «коленцо» с двумя «ц», даже ближе к концу. Или слово «полисадник» достаточно простое. Или слово «неспеша», вместе или слитно, вместе или раздельно. Ну, вот такие слова несложные, казалось бы. «Открыски» и «огрыски», по-моему, если я не ошибаюсь, тоже какая-то такая была. А уж «сомнамбулический». Я не помню, сколько вариантов, но несколько десятков вариантов слово «сомнамбулический» было. Ну, и крайне мало, по-моему, догадались, что Бах — это имя, что-то человек, что-то его фамилия, а не Бах-удар или что-то еще. Бах, есть какие фантазии были в головах людей. Ну, в начале текста, да, в начале диктанты мы же рассказывали об этом, и о том, что Бах — это главный герой книги. Поэтому те, кто слушал внимательно, я надеюсь, конечно, поняли, что это фамилия. Ну, очевидно, что для вас волнительный момент все равно, наверное, был. Причем не сколько, наверное, диктант, сколько все-таки это уже... Это же некое такое приоткрытие, маленькая-маленькая щелочка к роману. Вы правы, совершенно вы правы. И я волновалась, с одной стороны, из-за того, что читаю диктант, а с другой стороны, конечно, из-за того, что впервые выпускаю героя наружу, можно сказать. Он жил до этого в моей голове два года. И вот 14 апреля впервые я рассказала о нем людям. И ведь здесь ведь тоже некоторые люди могли сказать, ой, нет, что-то я писала, я не хочу такую книжку читать, да. А кто-то наоборот, писать и сказать, как интересно, как интересно, как сложно. Это обязательно нужно взять в руки и почитать. Ну, в общем, Гузель, дорогая, скажите, пожалуйста, что касается отзывов. Вот те, кто писали ваш диктант, вы получаете от них какие-то слова благодарности? Или наоборот, может быть, какие-то... Это жалобы, наверное, Гузель, но почему такой сложный текст? И так далее, и тому подобное. Много было, и много было разного. Кто-то писал спасибо, прекрасный текст, получили удовольствие. А кто-то жаловался и говорил, да, это был действительно пунктуационный кошмар. Хотелось бы вам, чтобы еще какой-то текст вы диктовали. И вся страна писала. Ну, вы знаете, здесь такой опыт может быть только один раз, потому что диктант приглашает одного автора единожды. Поэтому в будущем году, конечно, в 2019 году это будет новый автор. Посмотрим, кто это будет, загадка, интересно же. Ну, а диктать, в принципе, диктовать вы, в принципе, не отказались бы? Нет, конечно, с радостью. В этом году вы, кстати, в Владивостоке, если не ошибаюсь, читали. Да, Владивосток был столицей тотального диктанта в этом году. Впервые столица перенеслась из Новосибирска. Диктант родился, развивался. Перенеслась в Владивосток в эту избранную народным голосованием и защищенную на очной защите столицу тотального диктанта. И теперь, в 2019 году, опять будет эстафета передана куда-то в другой город. В какой узнаем уже ближе к самому диктанту. Хорошо, поживу. Мы видим, что она называется. Друзья, у нас прям коротенький небольшой перерыв, и мы вернемся в студию. Будьте с нами. Друзья, конечно, вы сразу эту обложку найдете в книжных магазинах, потому что, да, здесь и зелень есть, и бирюза, очень красивая обложка. Новый роман Гузель Яхина «Дети мои». Гузель сегодня у нас в гостях. И, кстати, есть уже даже вот такие цифры, то, что 45 тысяч книжек уже продано. На эту секунду находится в книжных магазинах. В общем, торопитесь, спешите взять в руки эту книжку, почитать и окунуться в этот потрясающий мир. Окунуться даже в эту потрясающую Волгу, которая является одним из главных героев. Тоже эта речка является главным героем романа «Дети мои». Что касается названия, если мы с вами чуть-чуть гузелись, позвольте, может быть, как-то расшифруем, чтобы всем было, может быть, совсем чуть-чуть понятно. Конечно. В принципе, здесь все становится ясно, сперсно, что учитель, что дети, что у него свои дети. И здесь вы тоже для не знающих и знающих нас также описываете встречу Екатерины, императрицы, как раз-таки соотечественников «Дети мои». Звучно кричит она «Горцой перед строем озявших пути переселенцев». Все правильно, как раз, да? Две линии, наверное, в этом названии «Дети мои». Да, можно сказать, два смысла. Смысл первый, совершенно верно, это главные герои, его дети, приемные дети, мальчик и девочка, оба приемных, как выясняется в конце, ну или становятся понятным читателю. С одной стороны, его отцовские чувства, его отношения к ним и воспитание этих детей. А с другой стороны, да, отношения государства, этого народа, народа странного, народа чужого, который приехал в 1767 году, в 1768 году по приглашению Екатерины II в Поволжье и заселил пустынные тогда берега Волги, степь стал возделывать ее. Представляете, вот они приехали, эти германские колонисты, путешествие длилось год практически, и они приехали в Россию, понимая, что вернуться они уже не смогут. Это был такой билет в один конец, то, что называется. Вот они приезжают, наконец, и после всех этих мук пути их встречает императрица, кричит им, «Дети мои, принимаю вас под родительское крыло наше, обещаю вам защиту», ну и так далее. То есть такое государство, которое принимает этот чужой народ. И вот дальше, что было с отношениями государства и этих поволжских немцев, государства и этого народа, который не ассимилировался, который жил очень закрыто и сохранял принесенный с собой в XVIII веке язык, культуру. Все это бережно оберегал и от тех киргиз-кайсаков, которые жили с одной стороны, и от русских, которые жили с другой стороны Волги. То есть такой вот очень закрытый народ, пронесший эту культуру, этот язык практически до середины XX века. И это, прежде всего, люди, конечно, которые испытывают разные эмоции, в жизни которых происходит ситуация, которая и по сей день могут в каких-то семьях происходить. Поэтому я думаю, что здесь, даже если вас история не особо интересует, как предмет, да, как даты, как сам тот период, то в знаках случая вас сто процентов заинтересуют человеческие взаимоотношения и внутренние переживания, которых огромное количество, и они, наверное, глубоки. В романе «Дети моей Гузели Яхиной». Гузель, дорогая, скажите, пожалуйста, Бах, не знаю, Анчи, Васька, Гоффман, может быть, Сталин, кто-то из них приходит к вам иногда? Вы знаете, уже нет. Уже нет. Вот эти два года последние, когда я писала, они жили в моей голове постоянно. И это... Они разговаривали между собой или с вами, прежде всего? Нет, но они разговаривали, наверное, всё-таки между собой больше. Да. А что же касается последних двух месяцев, то я уже потихонечку выхожу из истории, из-за романа, можно сказать. И вот когда я уже взяла книгу, напечатанную в руки, и пощупала её, я поняла, что потихонечку история начинает жить своей жизнью. Тем более сейчас, когда появляются отзывы, отзывы очень разные. Когда люди видят в этой истории, в этом романе... Каждый своё. Очень, да, очень разные смыслы. И вот это как раз для меня знак того, что книга отправилась в самостоятельное плавание. И вот это вот, с одной стороны, радостно, с другой стороны, немножко жалко, но это по-любому разрыв пуповины. И есть ли у вас какой-то, может быть, любимый персонаж в книге? Ну вот кому вы испытываете особое какое-то тепло или особую жалость? Вы знаете, наверное, Васька. Всё-таки Васька, вот казалось бы, не главный герой вовсе, не бах. Ну вы меня сейчас вынудили сказать про главного героя, на самом деле. Конечно, я их всех люблю. Но Васька дался мне проще, чем остальные. Потому что изначально Васька задумывался как главный герой книги, и столько было про него придумано всего, что когда пришла пора писать о Ваське, вот эти вот главы, они родились буквально, наверное, за два дня. Это было то, что я, вот то, что называется, сел и написал, не вставая, отстала ещё. По счастливому источению обстоятельств у меня семья уехала отдыхать, а я осталась в квартире одна. И главы про Ваську написаны были, ну, не знаю, меня, наверное, за два или за три. Просто от начала до конца целиком и полностью они просто выплеснулись наружу. И вот это было действительно такое лёгкое письмо очень. И это совсем, мне кажется, другие главы. Это главы, где Васька определил, собственно, то, как идёт сюжет. Потому что в этих главах про Ваську язык меняется. Иная динамика начинается, да. Да, тут сразу вступают какие-то конфликты, тут сразу какие-то начинаются очень острые моменты и приключения какие-то. И всё это действительно Васька тащит за собой. Поэтому вот здесь, наверное, да, я назову в первую очередь Ваську, этого то ли киргиза, то ли татарчонка, то ли башкирского мальчишку, то ли калмыцкого мальчишку, который даже и не понимает, на каком языке он разговаривает, потому что все языки у него перемешаны в голове. Так что да, вот, наверное, его выберу. Любопытный он очень персонаж. Если вначале действительно он такой очень колкий, невероятно дерзкий, его действительно, как и Бах, хочется просто взять и наказать. Или как минимум так же просто выставить на улицу, закрыть дверь, чтобы он там помёрз. Но так он взрослеет и тоже потом меняется. Я вот что хочу сказать. В конце книги у вас есть эпилог такой, да, который кажется, на первый взгляд, что он абсолютно реалистичный, что там якобы действительно вы отсылаетесь к конкретным людям, о ком рассказывается в этой книге, в том числе и о Васе рассказывается, как его судьба складывается. Но это не так абсолютно, да? То есть это не реальные люди. Это всё-таки фантазии, основанные на реальных событиях. Вы знаете, мне хотелось, чтобы в этом эпилоге читатель всё-таки вылез из сказки, вышел и понял, почувствовал, что это были реальные люди, что эта история имеет отношение к реальности совершенно конкретно. Что я рассказывала, конечно, вымышленный сюжет, но, тем не менее, такие ситуации могли быть в Республике немцев по-ложи. Именно поэтому для эпилога на двух страничках я выбрала такой документальный язык, очень сухой язык, который, я надеюсь, вытаскивает читателя из сказочной атмосферы в реальность. Кстати, для немецкого перевода детей моих я переписывала эпилог. Немцам показалось, что это некорректно вот так вот смущать читателя и некорректно делать вид, что эта история происходила на самом деле. Чтобы они стали сразу искать конкретного баха. Да, совершенно верно, совершенно верно. И поэтому немцы попросили переписать эпилог более литературным языком, что я и сделала. То есть смысл остался прежний, но язык изложения эпилога в немецкой версии будет чуть более, более литературный. Гузель, а что же получается, если роман, а он обязательно, я уверена, пойдет по стопам романа Зулиха, открывает глаза и также будет переведен на 20-30 языков, и если каждый будет просить вас переписать для своей страны, что же получится, это же огромное количество времени. Или вы больше никому не пойдете на уступки, только немцам? Конечно, я пошла немцам навстречу, потому что у меня особенное отношение к этой стране, и в частности, в связи с этой книгой тоже. Мне было очень важно, чтобы немецкий язык был первым языком перевода, так оно, видимо, и случится, потому что мы заключили первый договор именно с Германией. И здесь я пошла навстречу, теперь у нас есть два варианта эпилога, один литературный, а другой документальный, как это читатели могут прочитать сейчас на русском языке в книге. Ваши поклонники, Гузель, уже знают немножко историю вашей бабушки, вашего дедушки, знают вашу свекровь, знают, что она врач, и она выступает консультантом очень часто в ваших работах. Да, и вот, в частности, в романе Зулиха открывает глаза, она уже рассказала, вам помогла описать сцены родов. А в книге «Дети мои», я так понимаю, снова пришлось обращаться к помощи свекрови. Вы очень прозорливая. Правда? Здесь тоже есть сцена родов, но немножко другая, вернее, совсем другая. Это эпизод, который просто случается с героем, и он заканчивается не очень весело, на самом деле. Но не будем раскрывать все карты. Да, действительно, вы правы, и для того, чтобы написать этот эпизод, правдиво, мне пришлось прибегнуть к помощи моей любимой свекрови, и она мне рассказала, как это могло бы быть. Это не так натуралистично, как в романе «Зулиха открывает глаза». Это просто небольшой эпизод, но действительно он написан со слов профессионального акушера-гинеколога. Как вам повезло со свекровью? Да. Ну, а уж как свекровью повезло. Это же совершенно другой разговор. Друзья, коротенькая пауза. Вставайте с нами, мы продолжим разговор с Гузель. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Да, друзья, у нас в гостях писательница Гузель Яхина, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Эти премии получены за дебютный замечательный роман «Зулиха открывает глаза», который переведен на 30 языков. И я думаю, что еще и следующие переводы, скорее всего, последуют. Гузель, я знаю, что есть уже театральная постановка. Очень хочу, чтобы вы рассказали немножечко буквально об этом. И самое главное, удалось ли вам побывать на этой постановке? Удалось. Я счастлива, что именно Айрат Абушахманов, режиссер, поставил спектакль «Зулиха открывает глаза» на сцене. В Уфе? Да, Башкирского драматического театра имени Мажита Гуфури. Установка, по-моему, замечательная совершенно. Я, к сожалению, не попала на премьеру. Я очень жалела, потому что была вынуждена уехать на другое мероприятие. Но потом доехала до Уфы и посмотрела, и осталась в полном восторге. Могу только зажимать кулачки, чтобы спектакль приехал, может быть, на гастроли в Москву или в Казани. Ну, что касается Зулихи, ведь вы настолько знаете ее образ, настолько чувствуете. И у вас даже есть определенный прям типаж, чуть ли не конкретный человек, который вы видите в этой роли. Смогла ли Уфа подобрать очень удачную актрису на эту роль? Смогла. Зулихи в Уфе две. Так, это два состава. И обе совершенно изумительные. Они другие, нежели я себе представляла, но это обе крошечные женщины с огромными глазами, которые играют, по-моему, прекрасно. Это большое счастье для автора. Мы знали и ждали все это время. Экранизация, знали, что она должна быть. Есть ли новости? Есть, есть. Я готова с радостью поделиться. Потому что об этом рассказал уже сам канал «Россия», а именно продюсер многосерийного фильма «Залиха отплывает глаза» Илья Попернов. Он рассказал буквально недавно в интервью казанским СМИ о том, что съемки начнутся вот сейчас в августе. И будут они проходить в Татарстане, в Лаишевском районе. И Кама сыграет роль Ангары, а Чулпан Хаматова сыграет роль Зулихи. Это ваша мечта была, чтобы имена эта актриса. И ее мечта, кстати, была сыграть Зулиху, да, конечно, именно это. Да, так и есть. И я не уставала повторять о том, что только Чулпан я вижу в этой роли. Я счастлива, что это случилось. Также Илья Попернов рассказал о том, что Юлия Пересильц играет Настасью, а Роза Хайрулина — Упыриху. Так что вот такие новости. Состав фантастический, конечно. Нам остается только ждать, это уже продолжать все равно сжимать кулачки, и чтобы эта экранизация случилась как можно скорее. Дорогая Гузель, конечно, книжки можно приобрести в книжных магазинах. Новый роман «Дети мои» я имею в виду. Кто-то захочет аудиокнигу послушать и правильно сделает тоже, найдет ее в интернете или даже на конкретном носителе. Что касается личных встреч поклонников и вас, где в ближайшее время могут читатели вас увидеть и послушать, может быть, даже вопросы задать? Конечно, с радостью и с удовольствием приглашаю всех послезавтра, в четверг, в Московский дом книги на Арбате. Так. Там вечером в 7 часов, по-моему, будет встреча. А в субботу, в эту ближайшую субботу, будет встреча в Библиотеке иностранной литературе на фестивале славянских культур. И также, конечно, всех приглашаю на Красную площадь, на фестиваль книги на Красной площади. В этом году, 2 июня, будем выступать на главной сцене с тотальным диктантом, расскажем о самом диктанте, о текстах к нему. А 3 июня расскажу уже о романе о самом, на стенде редакции Елены Шубиной. Огромное количество возможностей встретиться, друзья. Так что, пожалуйста, да, следите где-то в социальных сетях, на сайте, где, Гузель, можно еще подробнее посмотреть. Да, моя страничка в Фейсбуке, страничка редакции Елены Шубиной в Фейсбуке, на любом ресурсе можно посмотреть графики встречи. Я, конечно, не могу задать самый распространенный вопрос всех журналистов, всех времен и народов о ваших творческих планах. Есть ли уже те конкретные герои, которые в вашей голове? Может быть, какая-то история, или это прям совсем секретная информация? Ну, пока еще секрет, потому что сюжет не сложился. Я думаю об историческом сюжете, о тех же примерно годах, о ранних советских годах, но больше пока рассказать не могу, потому что сама еще не понимаю, что из этого получится. Немцы-татары будут там хотя бы так? Скажите, успокойте нас. Я думаю, что давайте посмотрим, доживем до того, что получится, и посмотрим. Хорошо, мы будем с нетерпением ждать. Еще есть буквально полторы минутки. Юлия, я хочу, чтобы вы буквально, наверное, может быть, обратились к своим читателям, и кому бы вы эту книгу все-таки обязательно порекомендовали взять в руку? Вот это мнение писателей. Вы знаете, я хотела написать для очень разных людей. Я хотела, чтобы этот роман был очень разным сам по себе, чтобы в каких-то случаях он смешил, а пары страничек дальше он трогал, а чуть дальше он становился страшным. Поэтому здесь я бы воздержалась в каких-то конкретных рекомендациях, читать тем-то и тем-то. Мне кажется, надеюсь я, что в романе каждый сможет найти для себя что-то свое. Кто-то увидит историю любви, историю несчастной любви взрослого уже человека к юной девушке, историю, опять-таки, такого очень сложного родительства и воспитания детей очень непростых. Кто-то увидит в романе скорее этнографическую линию и описание жизни немецкой колонии на Волге, то, о чем мы знаем, например, очень мало, а кто-то увидит линию политическую. То есть здесь, я надеюсь, каждый сможет найти что-то свое. И я знаю, что для вас самое главное, чтобы книги вызывали эмоции у людей. И у вас это в очередной раз потрясающе получилось. Друзья, эмоций вы получите, но непередаваемое количество. И самое главное, вы их вновь и вновь можете себе возрождать, вновь и вновь перечитывая, перелистывая. Гузель Яхина, я вас очень люблю. Спасибо за то, что пришли. Всегда с огромным удовольствием ждем и вас, гостей, и, конечно, ваших новых книг. Хочу пожелать искренний успех роману «Дети мои». Пусть даже перепрыгнет во многом к Зулиху, если это возможно. Пусть будет так. Спасибо огромное.